Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22. Послушаем это Евангелие в прочтении отца Александра. Во время Оно, видя Иисус, мног народ, и милосердова о них, и исцели недужное их, поздя же бывшую приступиши к Нему ученицы Его глаголюще, пусто есть место, и час уже мину, отпусти народы, дошедшие в весе, купят браш на себе. Иисус же рече им, не требует отыти, дадите им выясти. Они же глаголуши Ему, не имам изде, токма пять хлеб и две рыбе. Он же рече, принесите ми их семо. И повелев народам, возлещи на траве, и прием пять хлеб и обе рыбе, возрев на небо благослови, и преломив даде учеником хлебы ученицы же народам. И едоша вси, и насытишася, и взяши избытки у круг, дванадесять коша исполни. Едущих же бе мужей, яко пять тысяч, разве жен и детей. И обе, понуди Иисус, ученики своя, влезьте в корабль, и варите его на онном полу. Донде же отпустит народы. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время увидел Иисус множество людей, и сжалился над ними, и исцерил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Здесь место пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он не отпустит народ. Получив известие о смерти Иоанна Крестителя, Христос удалился из Галилеи вместе с апостолами, только что возвратившимися из своего проповеднического путешествия. Они переплыли на лодке на восточную сторону Тиверятского озера в пустынное место близ города Вифсаида, располагавшегося на востоке от впадения Иордана в Генесарецкое озеро. «Пристав к пустынному берегу озера, где ожидавшие спасителя толпы народа не могли найти себе ни ночлега, ни пищи, апостолы с наступлением вечера обратились ко Христу с просьбой. Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Эти слова апостолов исполнены заботой о народе, который шествовал за Христом. Ефимий Зигабен пишет, «День уже начал склоняться к вечеру, но сами они не вкушали пищи, так как усердие к слушанию пересилило голос». Пересилило голод. «Христос, желая поэтому насытить их чудесным образом, тоже ожидал повода со стороны их, чтобы не показалось, что Он спешит к совершению чудес, равным образом для того, чтобы взалкав, они больше поняли чудо». На просьбу учеников Господь отвечает, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Конечно, ученики удивились и ответили, «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы, но в руках Господа малое становится великим. И потому, показывая ученикам, что для Него нет ничего невозможного, Спаситель просит принести Ему эти хлебы и рыбы, а затем совершает чудо». «И хотя ученики и сами испытывали сильный голод и больше ничего не имели, однако без всякого возражения поминовались. Господь, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу». Святитель Кирилл Александрийский поясняет, «Чтобы Христос был всяческим образом признан как сущий по природе Бог, Он приумножает малое количество и взирает на небо, словно бы прося вышнего благословения. И Он делал это под домостроительству ради нас, ибо Он, все наполняющий, Сам есть вышнее благословение от Бога. И чтобы мы узнали, что, приступая к трапезе и собираясь преломить хлебы, мы должны возносить их к Богу, словно бы полагая на обращенные вверх ладонями руки и низводить на них вышнее благословение. Он домостроительно стал для нас началом и образцом и путем этого дела». «Когда же, по повелению Христа, стали собирать остатки хлеба, то набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей». Коробами назывались те корзины, которые евреи брали с собой в путешествия вместо походных сумок для хранения пищи. «Как бы малы ни были эти короба, во всяком случае нельзя было наполнить двенадцать коробов пятью хлебами, разломанными на куски, если бы количество этих кусков не было чудесным образом умножено». Святитель Иоанн Златоуст замечает. «Пять хлебов преломил и раздал. И эти пять хлебов в руках учеников не истощались. Но и тем чудо еще не ограничилось. Господь сделал, что оказался избыток, и избыток не в цельных хлебах, а в кусках, чтобы показать, что это точно остатки от тех хлебов, и чтобы не находившиеся при совершении чуда могли узнать, что оно было». Это удивительный духовный закон. Чем больше человек отдает другому, тем больше прибавляется удающего. И если мы не будем проходить мимо трудностей и проблем людей, нуждающихся в нашей помощи, каждый из нас сможет убедиться в действии этого духовного закона на примере своей жизни. Ведь из нашей малости Господь сотворит с избытком. А потому, дорогие братья и сестры, будем помнить на примере сегодняшнего евангельского события, что все, отданное нуждающимся Христа ради, Господь через свои руки вернет нам во много раз больше, подобно тому, как Он наполнил двенадцать коробов. Помогай нам в этом, Господь! Господь, Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok